Добрый вечер дорогие друзья, присоединяемся мы ко второй карте Generation of Miracles против Tempest Sports, хотя бы какую-то карту мы комментируем, сегодня я не один, у меня сокастер, которого я уже хочу представить где-то часа два наверное, но сегодня день техузов и день технических побед для неболей как организации. Привет, не хочется кастер представляться. Первая игра была достаточно напряженной, были что-то типа переворотов долго сопротивлялись Гому, но все-таки их, точнее Tempest долго сопротивлялись, Гому же первую карту забрали, насколько я помню. Но все-таки не получилось у них, ждем того же самого от этой мапы. Кокрик НФП, интересный пик Паджика, при этом дабл пиком Tempest забирают Паджика и Сэнд Кинга, интересно. Что думаешь, на кого ставишь? Так вот мы делаем и в игру уходим. Паджик, Сэнд Кинг, Рубик, Вивер и Лина. Звучит тонко, нет особо плотных героев у Tempest, если Паджик не наберет, при этом и Сэнду надо на инициацию еще какой-то даги выбрать достаточно быстро, но Сэнд Кинг видимо это в сложную и Вивер на кэре. Очень агрессивно смотрится, в то же время у Гомов есть Клокверк, Арбуз на Дизрапторе, которые будут кинетикфилдами и Когами откидываться. Проблемы вроде у Меркурио решились, привет. Да, всем привет. Час не означает, начну победу можешь поставить что-то. Не знаю, довольно необычный пик, не часто видно Рубика на наших картах в турнире. Но, ничего не могу сказать, мало, на самом деле о командах я знаю, не часто игры я их смотрел. Будем смотреть по игре дальше и тогда уже будет видно, что будет победа. Ну, вообще, Tempest составы часто меняют, у них там целая куча игроков, по-моему, за групповую стадию прошло. Мне кажется, не сильно сыграно. При этом у них пик достаточно тяжело исполняемый. Ну, вот опять, как я говорил, без танка тяжеловато. Сенткингу надо тот же даггер взять по-быстренькому и играть от агрессии через виверы, через вот это все. При этом у Гомов очень сильный фарм потенциал, в плане тролля под импауэром тролли так, как это говорится, пылесосит карту очень быстро. Добираясь до своего Владмера плюс один. Два итема. А под импауэром это еще хуже будет. Ну, с другой стороны, опять похожая ситуация. Магнус под Дизраптора, под Квапу. Хотя теперь все смотрится не одноразово, как было в прошлой игре. Хотя в прошлой игре зашел перефарм все-таки был хороший. Ну и действовали просто хорошо. Много очень вопросов по паузе. Так, еще мы по Вижену видим, расставили Гома вот такой вот вардик. Ну, на контроль саппортов, на контроль отводов. Все, продолжается у нас игра. И на этом все, пока больше не было. Но, судя по всему, хотят темпосты выйти куда-то, что ли. Да, смоки есть. На вражескую руну, скорее всего, пойду. Прижимаю этот Рубик и вперед-вперед буду заходить в спину. С телекинезом, броустрайком, под ротом можно попробовать тролляния отпустить. При этом, что интересно, сэнд без сапога, как это обычно делается, но сэнд-то хардвейновый. Кокверк не успевает поставить Коги, хотя их вкачал, но поздновато уже это сделал, пытается отойти. Вот Кокверк как раз таки на сапоге, что позволяет ему отойти. Отличные Коги, спасает что себя, что тролля. Ну и выход не очень удачный, в принципе, от темпост. Могли бы они, наверное, как-то подальше, что ли, попробовать пройти. И очень в интересном моменте пауза, когда Паджика впихивает вкус. Самый Паджик го прописывает, и едем дальше. Неплохо оттолкнуло сэнда, мог настаться и на клиффе, но... Немного Кокверку не повезло. В любом случае, руду отжали. Правда, потерял сэнд-кинг всю ману, да и Паджику тоже нормально сожгло. Кмапа против Лины. Как вообще тебе Лины, после того, как всё-таки её немного доподрезали? Вот Драгонслейв ей убирали дэмэдж. Талант на 25-м тоже. Ну, талант на 25-м немножко прям. А вот Драгонслейв ему вначале тяжелее крипову добивать. Ну да, соглашусь, что вначале довольно-таки тяжело будет нюкить вражеских мидеров, когда Лина идёт в мид. Но не думаю, что если игрок сильно сидит, то это сильно повлияет. Сверху Движ, ФБ забирают все подряд. Не досталось оно кому-то конкретному, а в ответку убивают сэнда. При этом убили Кокверка, но сэнд-кинга для темплистов Таразмен так себе. Всё-таки сэнд у них хардлэйновый. Со стиками, что интересно. Не то чтобы много есть, чем с памятью гомов, при этом стики рейженые. Ну, его выбор. Ну тут интересности будут происходить именно сверху. Часто я вижу 2 на 2 в миде, но здесь оставили мидеров на своё действие. Ну и снизу тоже Магнуса против Вивера. При этом Вивер вынужден отходить. Пока что взял себе джиминый атаку, чтобы Магнуса, видимо, прогонять. Но без Шикучи не может просто отойти от этого самого Магнуса. Он просто руками под Эмпауэром разминает неплохо. Не думаю, что Вивер будет долго страдать. Ему достаточно будет получить ещё 2 левела. И там уже Магнус будет отправляться по КД в лес и страдать. Но, однако, начальное Магнус всё оно получил. Что неприятно. 5 на 0 пока что. Дальше можно талончик добрать и в лесу очень клёво качаться. Ну и в любом случае, чем позже, тем Магнус тот же самый будет шоквоевыми откидываться. То есть своё получать. Не так, если бы здесь кто-то его гонял, кроме Вивера. Ну и надо как-то компенсировать это, наверное, сверху агрессии. Паджик есть второй уровень. Хук по арбузу, но и арбуз отправляется домой. Экстренным рейсом Борох Страйк ещё от Сент Кинга. Не стали жалеть. При этом и тролль всех крипов тоже не добирается. Ну и тролля оставляют чуть ли не одного. Вот дезаптер сейчас погиб. Прилетает он обратно, а Кокрик хочет кого-то поискать. Элина взяла вражескую руну на хосте. Кокрик будет мешать ей вернуться в мид. Каких-то крипов должно пропустить. При этом Кокрик зафармила. Хотя нет, не пропускается. Время наверху забрали у нас тролля. Через хук опять так же. Не заметил, я поздно приключил. Однако неприятная потеря для гомов очередная. Получается, три пола себя оправдывает. Интересно, что Кокрик делал. Он отошел видимо на баунсе руну, а потом просто в мид переместился. Когда очень нужен он где-то здесь. Там уже паджика откидывать когами. Тяжеловато. Магнус пока что проблем-то не ощущает особо. Вот эти его хп выбивают, но 18 на 0. ПМС есть. Квилинг будет есть. При этом вивер пока без регена. Парочку шаг вейвов он уже красный. Он больно пробивает с блайтстоуном его. Паджик уже с транквиллом. Сильная проблема для гомов может стать впоследствии. Сент себе тоже тапочек прикупил. Еще быстрее смогут перемещаться. Тем временем вивер отправил на респу Магнуса. Он улетел на телепорте. Сверху возвращает паджиков. Андер страйк на нем висел. Но паджик должен уходить. Да, паджик ушел. И батарейками клоприк тоже никого подцепить не смог. Не дошел, чтобы поставить какие-то хорошие коги. При этом в медле у клоп это все получше, чем у Лине. Видимо сказывается подрезанный Dragon Slave немного. При этом чуть позже клопа себе привезет скорее всего капельки. И уже сама не будет просаживаться от вот этого спама от Лины. Да и бота уже есть на реген. Паджика закрыли сверху в когах. Тикают батарейки. Не смог задинаиться. Слишком много людей его било. Еще один фраг. Миссивово. Просто сверху миссивово. Однако тролля от крипов то отгоняют таким образом. Кстати говоря, сначала Магнуса отправил вивер домой. Теперь сам вивер вынужден был домой идти. Сейчас возвращается с базы. Ну вивер достаточно неприятно идти. То, что он без пагаи и даже не используешь кучу. Сверху. Хороший болт от Рубика. Убивают здесь еще и тролля. Можно догнать и Клоприк. Клоприк тоже минус. Просто всех завонял. Паджик минус 3. Клоприк. Ну и после этого, наверное, можно сказать... Ну, можно это сказать, конечно, Дизраптор, но... ГК писать еще рано. Трипу свою выигрывают темплисты здесь. Даже сапога грижного пока нет. Шестая минута на дворе. Можно уже и на нетверксе переехать потихоньку. Ну и снова вивер в проблему с клювер. А будет ли шуковь 3 секунды кудоуна? Не. Не успел. Но вивер сейчас к крипам очень опасно подходить. При этом четвертый уровень никакого... Тем временем опять наверху идет килл. И паджик неплохие ходят, тыкается. Он об них и... Все-таки умер. Тут постоянно либо на агрессии от паджика ответные какие-то действия. Либо сами куда-то выходят. Снизу при этом клопа пришла и... Вивер еще перезают клопаем. Вивер минус. При этом, что интересно, преимущества у него одной команды нет. Вивер пострадал снизу. Тролль пострадал вроде сверху. Такое миссиво на уровне, когда я в доту начинал играть. Красное бей, крипов не бей. Тролль, Рубик его видит. Есть телекинез, есть все. Тут же Кохрик подрубает батарейки. Фандр... Страйк по Рубику, но Рубик вроде как будет жить. Видите, обходит Коги. Закрыл неплохо паджика в этих самых Когах. Клокверк еще ставится. Кинотик фил сверху. Минус два. Уже тяжело выходить. Появились уже вторые батарейки у Клокверка. Тот же тролль. Начинает накидывать что с топоров. Что просто руками. Фызы себе приобрел. А лучше становится. Интересно, придет ли ко всему этому движу Магнус. Хотя ему вроде и снизу неплохо. РП есть. Но скорее всего будет реализовывать его как-то в Вивера. Неудачный скьювер. Не пошло. Сверху ставит агрессивный вард паджик. За тавр. Хотя тролля продолжать гонять. Кием может дотянуться хуком. При этом видит где находится тролль. Хук не точно. Снизу продолжается дочкование между Магнусом и Вивером. Вивер. Пятый уровень. Опять-таки есть РП. Это самое РП Магнус дает. Но нет маны. На еще один шоквейв хватает. Просто дэмиджи с руки. Еще один фраг для Магнуса. Уже арканцы есть. Второй нетворц на карте в принципе. Если так посмотреть уже тысячу гону ведут. И по позициям у них все приятнее. Опа забирает инвиз. Жить будет. 15 секунд. Перезарядка Соник Вейва хочет на нижнюю линию. А нет. Не хочет на нижнюю линию. Просто баунтиру на чужую забрала. Чтобы ботал себе пополнить. Наконец-то мы видим такое жесткое эмиссивово. Когда саппорта получает Лэлу наконец-то. Потому что вчера у меня например были игры. Когда Дезераптор бегал пятого уровня на пятнадцатой минуте. И было очень неприятно. При этом у команды швадратцы и он умирал. Ну и что сейчас Вивер со своей агрессией достаточно неплохо получил. Не ожидал он что вылезет Queen of Pain. При этом Соник Вейв вот только-только от КДшился. Когда клопа была на баунтируне вот этой. Там 15 секунд было как раз. Ну и хотят Магнуса теперь убить. И Магнус скорее всего никуда не уедет. Есть у него скьювер. Возит паджик под тавр. Паджик. Получает шок вейв. Но его тавр должен добиваться. Прожимается тики конечно. Задинается. Динается. Как хорошо. Правда Сент скорее всего здесь останется. Выкапывается вниз. Восемь секунд блинка. Копа КД. Он должен должен догонять. Скрим. Скрим. Да. Прожимается Сент минус. Но перетянули клопу при этом убили Магнуса. Хорошо. Темп листа. Проблема лишь в Вивере. Вивер в Мом выходит. Интересно. Такого я не видел еще ни разу. Как тебе такое решение? Не знаю. Не думаю что это на самом деле хорошее решение. Там будет сильный контроль от Магнуса и РП. Также если тролль подловит этого же Вивера. Не думаю что от Вивера что-то останется. Вот и я о том же. При этом под Момом. Ну старый Мом еще может имел какой-то смысл. Но Мом который тебе Сайленс дает на Вивере. Звучит очень странно. Ну возможно на фарм леса берет. Но хотя как такой быстрый артефакт. Возвращает Рубик и прижимается Battle Trans. Никуда он не уходит. Хотя Паджик неплохой хук. Но не спасло на тоненьком. При этом уже пятый уровень Арбуз. Одиннадцатая минута. Сейчас книжечку приобретет себе. Пока что эту самую книжечку приобретает Рубик. И Магнус в спине наверху. Есть РП. Есть все остальное. Дизерапторы уже убивают. Магнус врывается. РП по двоим. По Рубику с Паджиком. Подходит сюда же и Кокрик. Эпицентр изкастовывает Сэнд Кинг. И будет что-то дальше. Эпицентр немного кривоватый получается. Потому что кори стоят неплохие. Но. Удается Кокрик вместе с Дизераптором забрать. Магнус. Не очень хорошая у него позиция. Башик пробивает от тролля. И Борострайк у Сэнд Кинга нет. Сэнд Кинг отправится в таверну также. Три в два получается. Хотя. Ну. Смерть все-таки Дизераптор можно тоже к этому приурочить. С него начался выход темпост вообще в принципе. При этом Вейл появился у Клопы. Ну и пока Гомы агрессируют побольше и как-то порезультативнее. Темпосты на своей агрессии погибают. Тот же Вивер. Снизу. Да и сверху. Опять Паджик. Еще один минус. Орех летит за троллем. 20 хп. Остается и приобретает Владнер. Видите? Отмечает с Тенденом. С Тенденом в комментаторской кабинке. Исправить надо будет в момент с... Вивер пытался машинку снизу забрать. Но Додинай... Додинай бы ее не довел. Поэтому все вроде неплохо. Хотя сейчас очень интересные позиции находятся. Глимс третьего уровня есть. Но... Не видит просто. Теперь видит. Но уже поздновато. Ну Дезраптор, пожалуйста. У тебя тринадцатая минута на дворе. Пятый уровень опять. Вот сейчас Лисочек пытается подфармить Арбуз. Не хочет нигде экспуровать своих тиммейтов. Смоки не очень удачно были прожаты от Рубика вместе с Паджиком. Спали их тролли. И спокойно на ноге просто убежит. Серьезно? Паджик с Хукингом. Хукинг. Чуть-чуть. Спину поцарапал троллю. Выход не удается. Можно на башню выйти. Чтобы линии лишнего времени не терять. И 622. Эту самую башню начинает бить. Дезраптор почти шестой уровень опять. Мне очень приятно драться с Гомом. Без статик шторма. Хотя есть кукшот на кокорке. РП по двоим. От Магнуса. Магнус увозит их из-под Тавра. Как хорошо. Под клопу Соник Вейв сверху. Ооо. Как же больно. Триплкил для Queen of Pain. Здесь же Рубик. Рубик тоже отправится в небытие. И минус 4 в общем счете от Гомов. Какой РП и какой скьювер просто под свою команду. По классике хочется, чтобы Магнус как-то под Тавр всех затянул. Но намного лучше было сыграно. Скорее. Приятная ситуация для Tempest. Но тем временем упал также Тавр. И сейчас Вивер принесет Тавр Карио Санец нетронутым. Надо меньше агрессия Tempest и пытаться как-то дальше затянуть. Так сейчас не получается. Я не думаю, что дальше что-то еще лучше выйдет. Ну, а куда затягивать? В кого выходить? Маджик Тагерой. Ловить на ошибках только так. Ну вот говорю, в этом плане и очень сложный пику Tempest. Надо было не переагрессировать. Шрайна нет. Кокрик ставит. Коги. Должен отсюда уходить. Правда стаки видят сейчас. Tempest и эпицентр под тролля. Ставится сверху static storm. Врывается туда же Кокрик. Но тролль уже погиб. Есть еще и ворованный батон транс от Рубика. Шоквейв. Полиния. Лина. На ноге вроде должна уходить. Как там по Глимсу? Глимс есть. Лина пытается дать свой рассказ к Магнусу. Этого ДМД уже не хватает. На какое-то время контролит. Хотя минус дизраптор оформляет. Еще один шоквейв. Вроде кортик. Не кортик. Не висит это. Вейл на линии. И за свои агрессии сейчас походу Гомы. Поплатится. Слишком долго за Линой гонялась. Быстрый все-таки герой. Убить так и не получи. Ну убить получилось. Но вразмен на Магнуса. А сколько это в плюс? Тысячу для себя заработали. При этом Вивер не погибает все это время. И плюс-минус. Хотя пока у него Нетверс и так себе 2000 проигрывает. В той же самой Квапе. Сейчас очень шаткая ситуация для Темплист. Много дэмэджа у Гомов. Это тот же Соник Вейв Статик Шторм. Вивер погиб. У Вивера ничего пока что нет. Снизу все Темплист летят на нижнюю линию. И... И ничего. Рубик при этом тратить всю ману еще после ТП. Ну правда есть ТП. А Вивер решил не собирать Мону? Не решил покупать Мону, да. Он решил купить изолятора. Во мне так это правильное решение все-таки. Ну в принципе да. РП от Магнуса есть. Уже даггер. Будет ли с Кьювер? С Кьювер есть. Но хороший Хукат Паджика спасает пока что Сент Кинга. Статик Шторм по Пуджу вместе с Вивером. Вивер не сможет ничего нажать. Неплохой ультимейт от Лины. Но надо самой отсюда уходить. К сожалению. Уйти не получается. Отличный подкоп от Сента. Но никого уже в живых нет. Сам Сент тоже погибнет. При этом еще и Кокорка не смог набрать минус пять. Это тем вайп полный от Гомов. Получается как получается. Вроде бы Хуком-то Паджик подсейвил. Но надо было наверное после этого отходить. А не продолжать куда-то идти вперед. Ну и если открыть те же самые графики. Продолжается их падение в сторону Гомов. При этом Клопа выходит в Линкин. Кайф. Линкин здесь отличный артефакт. Против Телекинеза того же самого. Ну забивать толком нечем. Против Дизмембера, Телекинеза, Броустрайка. То есть просто нечем Клопу будет подцепить. На дэмэджи как мы видим хватает. В настоящий момент Вейла вполне. Ну вот начальное отпускание Магнуса сыграло все-таки свою роль. Тролля вроде побили, но после этого еще и не погибали там. Да и тролль не тот персонаж, который сильно этому будет огорчен. До своего Владмира он добрался и начинает немного карты фармить. И спокойно уже второй Нетворс. А вот Магнус со своим Даггером много проблем приносит. Но с вами быстрым левелом. Даггер появился правда и у СНД. Вообще приближаемся по всем ЕУА. Прилетает линия. Тут выход Дизоль. Глимер от Паджика когда-то появится. Ну и в принципе все. С Сашу Яши выходит тролль. Ему еще и подстакали Лиса. А под Эмпауэром вот этот тут кач продолжается. В миде можно дать неплохой РП на Магнусе. Магнус ЦРП в одну лину. При этом РП еще и отдает Рубику. Магнус оказывается слишком далеко. Хороший эпицентр от Санкинга на зоне. Остальная команда ставит Статик Шторм вместе с Когами. Отлично. Минус Лина минус Рубик. Не успел он видимо РП жмакнуть. Даже если бы успел там просто никого не было. Не хватило дэмэджа в спине. Сент остался. Сент тоже погиб. Вроде неплохо ворвался. Хороший был эпицентр. Хороший зонинг. Но остальная команда не смогла ничего сделать. Статик Шторм Дизраптор все-таки успел свой дать. Не дал той же линии Лагуну нажать. Проблема. Уже семь тысяч для гомов на девятнадцатой минуте. Пока что на ошибках ловят только их. Ну да. При этом Дизраптор в Урнусе собрал тысячи хп уже не так просто. Клокер и Клокер. Та же самая 1000 хп у Вивера. Хук. Нет. Не попадает. Отходит тролль. Поднимают ветра. Клокер и Клокер. Клокер и Клокер. Клокер нет. Получает ладистри кэрри и минус через весь рассказ. Это один Клокер. Троля опять. Не попал Крюк. Сам же тролль ушел наверх. Продолжит качаться. Просто. Сии уже есть. Дальше выход в Сильвер. Эдж. интересное решение выжимается ворованный рубиком бату транс но глиф в ответ кужму гома партисели речном тролле но сервера достаточно не на быстрее пока померишь я не думал соберет латар после чего все-таки нужно бкб вот мне тоже кажется что такое sand king ужасный подкопа его не будут наказывать за это ей же даги руманус rp по двоим сверху sonic вайфу как быстро все разваливаются при этом еще рассказ как выпадать попадает и по линии лина пытается отсюда убежать будет преследование от клопы на хосте крутит пары разные тролли на под замедлением минус ли на три полки для queen of pain снова топ networks и вот это вот все при этом все это с фрагов просто 1109 играет акаша ну и пока этой самой ли на нет целых 30 секунд можно т2 спокойно забрать да и в принципе отъехать на рошана наверное попробовать те линии не сильно подпушена до низ по идее оттолкнуть глиф хук по коврику коврик шикуча пробегает по нему вивер неплохой скьювер от магнуса правда здесь уже никого нет и драться никто не готов нет sonic вейва надо отсюда валить пока что на фарсе себя отталкивает даги разбивается кости к финале откидывает шок вейв очень мало хп у вивера но добить его нечем все просто убежали отсюда такое получилось брат за брат и больше можно было просто тавр добрать ну и вивер никак не может добраться до своего дизоль и вот скоро появится но медленно при этом всей команды фармят один спот не могут его видимо поделить хотел сказать что про мам я думаю то что оставили его одного против магнус он там страдал и начал пугать своих тиммейтов что соберет самым ум дизоль вот появляется там копа уже с 16 уровнем 10 кс или взяты сверху линка 1820 хп как это пробить непонятно тролль саши яши на не слишком плотные уже самом деле дизоль возможно не такое хорошее решение до дамаг до нас армор но слотов никаких нет абсолютно у вейвера возможно нужно что-то поплотнее и было сначала собрать тут тяжелая ситуация 8000 перефармают на плотнее это больше как затягивать и жить в драке на затягивать им как-то играть от хайграунда от хуков по классике не хотят шанс делать смоки прожимать и на рошину на этом же рошане тролль батутранс нажат поймали дизраптера его убить до того как он успеет хотя бы что-либо нажать успевает нажать статик шторм правда только под себя и на рошину то не забирают еще и отличный ответная трубика по двоим персонажем правда в этой рп дэмэджа нет вот от магнуса намного лучше получается эпицент раскастывается от сенткинга под колкорг и колкорг минус но пока что убивает только двух саппортов продолжается погоня за паджиком паджик прячет себя в глиммер не угадывает магнус шоквейвом но лучше здесь останется выкупается лина пытается вивер со своим дизолятором добрать всех неплохой подкоп от сенткинга но линка клапу спасает клапа уходит тролль правда здесь мертвый и рошана вроде как задефали через байбэк с формы накидываются ревиз полярити нет соник в его нет а из темплисты заберут хотя магнус не хочет отдавать есть у него скьюзер есть дайгер сенткинг получает шоквейв отзонил своей смертью по итога есть для лина который сейчас она правда скорее всего потеряет поднимает себя ветра но поздновато все но возвращается на глимс минус аегис вивер пытается дизраптора сдобрать дизраптор умирает но остается лина здесь практически одна еще и когами неплохо запирает ее кокверк лина хороший хук от пуджика прячет глиммер ну квапа вроде преследует и неужели не догонит должна же путь тем временем сжигает кокверка кокверк погибает но колополину доброго этого ездить в никуда резни от его собрали картина подруга нажимается поджиг опять в глимере но он воняет магнус все понимает магнус минус и поджиг зинается мясо просто телекинез по троллю но рубит не должен уходить не походите кинес кстати получился застанил еще и клапу но есть блинк да и даже без лим без блинка все нормально кстати передумал себе собирать что дабы и тролль взял блинк тот самый классический блинк на тролле вот шаду бой с блинком они оба на инициацию но шаду бой ты там помедленнее и если ты берешь даггер ты занимаешь себе слот вот тот же тролль когда у него есть владмир у него и так слот который не очень дорогой и вроде вводится такими и там и выходить проблематично потому что их приходится продавать покупать что-то новое ты теряешь на всем на этом деньги какие-то и шаду бой приколен тем что ты можешь куда-то входить вроде оставаться незамеченным при этом и плюс ко всему дает хорошие статы еще и грейдится приятный артефакт стаки для тролля продолжают делаться трипл спад спот меншинтов но в данном случае приняли вызов углом и и сдаем тролли идут просто меситься не выходит в пику пикает они пока бы однако но та же самая плотность в принципе не так много и тамов делена погибла в медле только что да при этом паджик съедает тролля тролль минус хорошие по троим есть ли sonic wave сверху с уникой был подкачен на клопу но хватает стадик шторма вместе с хэлшотом от кокорка минус 4 в общем счете учитывая смерть лины выкупается тролль это было лишним хватило и без него на при этом вилю пытается сплетить хотя бы как-то ну чтобы сплететь на надо было ходить другие там вот четыре тыки он дал по клопе вроде дизолятор есть персик драгон лэнс какие-то саты на клопе вообще наплевать на это выкупается сенткинг заходит на рампу гомы под воду трансом вот транспорт был задоджен глифом но это башенку скорее всего не спасет под копаться да если глимс климс есть но немного не тот тайминг скатаются инфорставах магнус это чё такое было он видимо отменял скьювер я уж думал он опять застрял как иногда бывает фандер страйк висит на вивере вивер нет таймлапса минус вивер прыжок от сенткинга неплохой сверху стан от лины хук от паджика минус кокверк минус магнус но наказали но т3 все но по своей потеряли уже теперь могут отойти на шайна лома поломать их и зажать дизракт и правда погибнет скорее всего здесь же 8 секунд до игре на сенткинге но докапывается до арбуза и так клопа батут конс нажимается ну нет нет цветная сотрудника минус дизрактор 27 44 28 минута не каждой игре такое видишь но очень много замесов очень много дорог давно не видел похоже на орандом дав матч когда всем не нравится свои герои мы в ответку выходит темп листы правда нет вивер с дизолятором поэтому того помедленнее падает и заберут они только т2 вообще поэтому пробежаться наверное стоит уже времени а то не хватает на это ничего нового ни у кого не появилось в шиву выходит клопа при этом 4000 на руках уже есть сверху рецепта шива скоро появится и тот же вивер вообще никакой не пробьет после шивы выйти в какой-то мьёльнир и в принципе конец ловит сенткинга хук от паджика спасается да будет у него даггер возвращают сенткинга правда обратный сенткинг отпрыгивает но надолго ли боров страйк через секунду можно попробовать выкопаться куда-то на хайграунд прячется но висят на нем дасты при этом эквапа не не жалеет свой ультимейт можно было бы сказать что это лишний арбуз нашел здесь паджика но именно арбуз нашего паджика не наоборот прячется в глиммер коги неплохие от кокорка но паджика не к сожалению толкнули внутрь они наоборот по итогу тупо не сбили паджик летел на базу вирус это время понял то что можно не меситься постоянно поспретить немного и сюда-то никто не несет шансом альгома вот кого полетит то вроде давать не хотят само собой ну и виви такой думает вроде это queen of pain может быть я ее заколю но спальсик он вроде как понял что так не получится вот не знаю насколько пика хороший там вивер есть уж от кокойка но нет не поверил в себя отменил хотя попадал бы правда таймлапс его бы нажат ну может каким-то магнусом получилось бы и забрать вот насколько хороша в данной ситуации пика на вивере все-таки денег у него не так много к выбрать фактов ему нам подходить очень хорошо чего она она нарвать расстояние стрелем выкатывается из кинетик филда тролль начинает по виру набивать ну таймлапс так таймлапс и теперь нет надо отойти вам ребят магнус на блинке с фарсы может очень далеко прыгнуть чего от клопы но не идет в ту сторону которую могли бы могла бы повернуться глимс по рубика рубик прячет себя в глиме вивер бегает среди всей вражеской команды вроде его как не находит дисмембер по клокверку сверху с эпицентра запрыгивает санкинг сдался вам этот клокверк рп по двоим от магнуса сверху sonic wave это уже минус санкинг рп ответная от рубика отличное по троим но чё дальше слишком далеко лина ну и рубика за это наказывают минус 2 уже тролль вгрызается в лину и остановка я просто не выпускает пытается вивер добрать того самого кокверка которого убивали всю драку прожимается таймлапс но не очень удачно и тыкается об ходе минус вивер 4 в 1 если паджик там тоже не погибал но не паджик выжил ну кокверка добрали молодцы однако наверно не тот персонаж который хочется убивать это четвертая позиция кокверк в чем смысл сами же они погибли ну вот опять наверное хочется сказать про тимпой команда которая постоянно игроков меняет тут арб это отличная была рубика но вот здесь была клапа вот здесь было рп как-то это соединить бы но не пошел ну и батл транс минус 2 это 3 это уже точно паджик конечно заходит где-то сбоку но слишком медленно чаще страна скорее всего будет падать хотя запрыгивает цент выигрывает какое-то время хук не да наверное немного хотя спасен да но минус милишный барак магнус на скьювере улетает еще дальше на фарсе и хук не точная от паджика с блинка по итогу трой просто уходит с вражеской базы как такое возможно но если блин не перекладывать конечно очень интересный факт из тюлины это соу бустер видимо с попыткой выйти когда-то в вот стоун но пока что выход в пику ну пика конечно не паха но как-то знаю сбивает нас ты с фаражской команды кофе при этом находить в инвизе как же хорошо получается для гомов здесь мототранс в ровную рубик и есть что чё дальше-то виверы начинают на тролля но это дэмэдж стоит еще варде кат гомов подкидывается пике тролля вивер санкин краска 100 в этот центр патролю и тролля может получится забрать там пока б есть ребят не получилось скатывается магнус отменяет рп никого в нем не было еще одна отмена рп и все ли на этом опять по центре заходит вивер хорошее использование пике вытолкнув себя по итогу из статик шторма но пандер страйк на нем висит будут гнать нет таймлапса возвращает глимсом и сверху шоквейв отличный тайминг его от магнуса залетает минус вивер